Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Девочки, вчера вечером я посмотрела передачу, от которой до сих пор на эмоциях. Я думаю, что многие из вас знают о трагедии, которая произошла ровно месяц назад с двумя украинками в Германии. Поскольку и в новостях об этом передавали, и много было публикаций, как в газетах, в журналах, да, и на YouTube много видео про эту трагедию. Но если кто не в курсе, расскажу вкратце. Девушка 27 лет, приехала в Германию на половине сроки беременности. Она поселилась в лагере для беженцев и перед родами попросила свою маму приехать ей, чтобы помочь с новорожденным ребенком. После родов, через пять недель, тело этой девушки было обнаружено на набережной. И через несколько дней тело ее матери, ну бабушки, ребенка нашли в реке. Водолазы выловили в реке. Это, конечно, все ужасно. Сейчас вот младшая сестра приехала для того, чтобы забрать прах сестры и матери, и чтобы забрать свою племянницу, отвезти в Украину. Это все, конечно, кошмарно. Ужасно, что и ребенок никогда не увидит свою маму, и что молодая женщина в таком возрасте лишилась жизни, и что бабушка, в принципе, не такой уж пожилой человек, чтобы вот так вот уходить из жизни. Когда я смотрела эту передачу, когда ведущий поэтапно рассказывал, что и как происходило, я вот вам откровенно скажу, у меня мурашки были по коже. Около двух лет назад я рассказывала на своем канале историю. И это видео до сих пор просматривается. У этого видео более миллиона просмотров. История была про женщину. Меня пригласили в качестве переводчика. Французская семья, которая принимала у себя маму и двух ее дочек. Они заметили странности в поведении, ну как странности, что на протяжении, они у них прожили почти шесть месяцев, и на протяжении всего времени отношения были супер, общение было супер, все было очень хорошо. И в последнее время вот эта вот женщина, которая из Украины стала вести себя, ну как-то более скрытно, и они переживали, может что-то делают не так, может это из-за того, что они попросили там какую-то часть финансово участвовать, там в оплате коммунальных услуг, там в питании. И чтобы не было вот этого вот языкового барьера, они позвали меня, чтобы, ну как бы вот такой вот получился нормальный диалог. И в ходе беседы выяснилось, что вот эта женщина, которая проживала у французов, подала объявление, по-моему это была какая-то группа в Вайбере, что она ищет работу, высшее образование, педагогическое, последнее место работы за ночь в школе, что она коммуникабельная, воспитанная, без вредных привычек, что может и работать с детьми в сфере туризма и так далее. На это объявление она получила отклик. И вот что меня поразило, вот это вот параллель, что в этом случае с погибшими двумя украинками, что в этом случае с моей знакомой, можно так сказать, хотя мы не общаемся, я сейчас расскажу, что там было дальше. В принципе, вот одна и та же схема, вот два года, считай, прошло, а люди, которые хотят, наверное, совершить какие-то противозаконные, какие-то вообще бесчеловечные вещи, работают по одной и той же схеме, что ей обещали там золотые горы, что зарплата от трех тысяч евро, и питание за счет, что ее пригласили, по-моему, это было аниматором в сфере туризма, что там общение с туристами на Лазурном берегу, и что и детям будет, а там и школа, и обучение, все будет суперклассно. Но какие были вот нюансы, ты приедь, не слишком распространяйся, ты приедь туда сам не знаю куда, мы тебя встретим, мы тебя отвезем, и как бы вот здесь вот тоже было такое, что мы вот в этой передаче говорили, что люди, с которыми общались вот мама с дочерью, приходили там закрытые в капюшонах, старались, чтобы их никто не видел, так вот в моем случае там даже личного общения не было, все было через Вайбер, и когда вот я и говорю, подожди, для того, чтобы устроиться на работу, тебе могут прислать контракт, потому что вакансии это нормально, тебе работодатель по e-mail присылает контракт, копию, ты смотришь, ознакомливаешься, читаешь, тем более, ты украинка, ты должна перевести, чтобы быть уверенной, что ты там подписываешь, как бы контракта нет, ничего нет, конкретного адреса нет, и вот мы тогда, ну, знаете как, усилиями вот этой приемной семьи, если можно так их выразиться, плюс я тоже, ну, была беспокойна, ну, ну, представьте, женщина ей, ну, примерно моего возраста, плюс две молодых девчонки, вы приедете туда-то, мы вас там-то, там-то заберем, и я тогда дала ей такой совет, что, типа, как-то у нас там есть кто-то знакомый из полицейских, ну, и, короче, когда было озвучено слово полиция, вот эти все доброжелатели, вместе с их золотыми горами, испарились на раз, все сообщения были удалены, все это, вся переписка, все там, что говорилось, обещалось, вообще исчезло, и, ну, как бы, знаете, вот, много тогда писали комментариев, что вот и мозгов нет, и того нет, и сего нет, люди, которые вот таким делом занимаются, я вначале тоже подумала, что это, ну, может быть, позавидовали, что живет в хорошем доме, что у них там отдельная своя площадь, что хорошее отношение с хозяевами, и, как бы, выдернуть просто семью, хозяева обидятся, назад не примут, и там их никто не встретит. Вот у меня совсем недавно был комментарий под этим видео, у меня зрители спрашивали, что вот через два года, что ты сейчас думаешь, что это так же, вот, в твоем понимании, что это были какие-то нечистоплотные люди, соотечественники, не соотечественники, которые там хотели просто напакостить, или все это было намного серьезнее. Сейчас вот, посмотрев, что происходит, посмотрев и проанализировав, вот так вот, сделав параллель, я больше склоняюсь к тому, что это были не просто какие-то неугодники, а что действительно все там было намного серьезнее. И спрашивали также, какая дальнейшая судьба этой семьи. Я знаю последние новости, то, что они переехали в Германию, все-таки они во Франции не остались, что здесь все дорого, пособия невысокие с работой, сложности. Ну, у нас на юге это действительно, я могу согласиться. И что в Германии больше возможностей, что там языковые курсы прям чуть ли не заставляют тебя учить, а здесь нужно добиваться и где-то самому учить, и просить, чтобы тебя туда устроили, а без языка на работу сложно устроиться. Но это все понятно. И последняя информация была о том, это хозяева связывались, я отправляла несколько смс-ок, поздравляла там с Рождеством, с Пасхой, с 8 марта. И последний смс с Пасхой, это еще в прошлом году было, девочки. Она уже не ответила, я спрашивала у французов, что там, как, там есть какие-то новости, потому что, ну, знаете, есть люди наивные по своей сути, которые верят. И все-таки, знаете, как, когда ты коснешься чего-то вот такого, даже это не родственники, как бы не близкие там такие друзья, но все равно где-то ты переживаешь, где-то ты волнуешься, что там и как. И мне вот эта женщина, француженка, сказала, что вроде бы как и в Германии, они не задержались на долгое время, вернулись в Украину. Ну, что дальше было, как дальше, что там у них происходило, я вот, ну, к сожалению, не знаю. Вот больше всего в таких случаях удивляет, ну, даже пусть не в таких трагических, это то, что люди вот настолько доверчиво как-то относятся к тем, кого они не знают, и доверяют больше, чем вот, ну, людям, с которыми вот как, они же жили в лагере беженцев, и как бы обратилась тоже вот эта девушка, что ей нужен был переводчик народы. И, ну, как ни крути, все-таки там были люди, которые раньше, чем она приехала, и как бы существуют все вот эти сообщества, где люди друг друга знают лично, и как бы кто-то мог бы там самые банальные фразы при родах перевести. И было больше доверия вот к постороннему, к чужому человеку, которая вот сама, имея трех детей, и возила их вместе с мамой из Германии во Францию, и в Швейцарию, потом вообще этот случай с остановкой в лесу, чтобы залить масло. Да, ну, не знаю, мы в Германии заливали масло, у нас вот, когда мы возвращались из Украины, тоже начала пикать машина, что нужно масло. Мы остановились на первой заправочной станции, зашли в магазин, купили вот эту бутылку с маслом, и прямо перед вот этим магазином открыли капот, залили это масло, ни в какой лес мы не заезжали. И вот, когда вот смотришь, что одна вот так вот в Вайбере, неизвестно кто пишет, она уже реально, девочки реально, она собирала свои чемоданы, чемоданы двух девочек-подростков, и было больше, как бы было доверие к вот тому человеку, неизвестно кто там был, женщина, мужчина, или целая группа различных людей, и она им больше доверяла вот ехать неизвестно куда, и отстранялась от семьи, с которыми она прожила шесть месяцев. Вот это, конечно, ну, я не могу этого понять. С одной стороны, люди, которые, вот, возможно, это тоже, я когда читала комментарии под этой передачей, да и под моим видео, что люди, которые до войны выезжали, как туристы, выезжали на заработки в Европу, они знают про реальные зарплаты, не только для иммигрантов, но и для жителей конкретной страны, знают условия, знают про контракты. И люди, которые, видимо, впервые выехали, вот, после того, когда война началась, и как бы для них, наверное, ну, что здесь все хорошие, что здесь все там открытые, что ни у кого не может быть никаких темных помыслов. Я, конечно, вообще, вот, знаете, когда в первый раз про эту историю услышала, когда посмотрела новости, я была, ну, настолько вот, ну, действительно ужасна, вот, ужасная трагедия, что вот такое вот немовлятка, такая дытынка залышилась. Ну, надеюсь, что посольство поможет, надеюсь, что адвокаты помогут, чтобы тетя забрала племянницу, поскольку, ну, это просто кошмар какой-то. И вот еще, что меня, вот, второе, что меня поразило, когда я смотрела все это, выступали, ну, знаете, как на всех вот этих вот передачах сидят эксперты там и высказывают свое мнение, что вот там вы, украинцы там за рубежом, не обращайтесь к волонтерам, у которых там, ну, как бы нет удостоверения. Я была волонтером очень долго, где-то год, вообще это было такое первое время, первые три месяца я практически пропадала на этой волонтерской работе. И потом, когда уже меньше стало приезжать людей, меньше было необходимости в помощи, конечно, потом пошло все это дело на спад. Но никогда никто, ни мне, ни другим волонтерам и французам, я не говорю, что там вот я из Украины, поэтому мне там не выдавали какое-то удостоверение. Волонтерам ничего не платят, не возмещают ни за бензин, ни за то, что ты там что-то за свой счет покупаешь, ни за то, что ты там в качестве переводчика где-то выступаешь. Я получала письмо из мэрии или же звонок из социальной организации, там, из Красного Креста, или по месту здесь у нас, что там, Лиля, ты можешь прийти, вот мы там организовываем курсы, мы там организовываем разбор вещей, там, продуктов, там нужно туда, там у нас, значит, будет такое собрание, вот нужно будет тех отвезти сюда, тех забрать оттуда, тех с вокзала, тех из другого города, тех из лагеря беженцев. Но никогда вот никаких вот таких удостоверений, хотя вот я реально делала работу, вот, ну, волонтера, ну, никаких вот документальных доказательств, что я, ну, кроме моего удостоверения личности, никто не дает, и поэтому, когда вот эксперты заявляют, что вы обращаетесь, ну, обратиться человеку в Красный Крест тебе не дадут там никакого переводчика, ну, это, ну, это люди, ну, как, когда ты на месте и знаешь, что и как ты можешь об этом говорить, но когда это все только в теории, что, да, все новости, там, все какие-то изменения, нужно смотреть на сайте префектуры, мэрии, но все вот это волонтерская работа, типа, ты приди мне там, помоги, никаких удостоверений никто никому никогда не дает. Вот, ладно, девочки, вот, как-то, знаете, поговорила и легче стало, я вчера и с мужем говорила, господи, вот, очень хочется верить, что с вот этой вот нашей знакомой, чтобы было все в порядке. Я вот, знаете, такой чувствительный человек, я вот даже сейчас говорю мне как-то аж не по себе, потому что я помню вот ее лицо, я помню ее глаза, вот это вот желание, вот эта вера в человека, которого она даже никогда не видела, никогда не слышала. И вот, конечно, с одной стороны это поражает, а с другой стороны вот страх наводит, что есть вот такие люди, которые могут потом из-за своей доверчивости поплатиться, вот, ну, как в этом случае, просто жизнь. Ладно, девчонки, извините, что сегодня как-то так, ну, не очень позитивный сюжет, но, знаете, как вот тут болит, и когда ты в себе вот это держишь и не можешь... Я вот, когда вот у меня что-то беспокоит, я не могу нормально функционировать мне там. И суп не так получится свариться, и там и убирать не хочется. Вот как-то так, вот, знаете, поговорила сейчас, и вроде бы легче стало. Мои хорошие, спасибо, что были со мной. Желаю всем мирного неба, чтобы на нашем пути встречались только добрые люди, и чтобы всегда у нас, у всех, все было хорошо.